добрый день коллеги с вами снова максим ребят вот у меня остался литр бурбончика 42 процента спиртозности взял я литровую баночку взял закаточную крышку и вот такие у меня ребята брусочки я в том году делал карамельные все как говорится по технологии вымачивал вываривал брусочки делал обжиг на них и потом проваривал в карамели в сахаре провариваю они наоборот ребят сначала сделал проварил их сахаре а потом сделал небольшой обжиг и хочу настоять ребята сейчас я вот забросим и сейчас брусочки в баночку и зальем все это нашим бурбончиком закатаю крышку я уже ее подписал и поставим его пока мисс нам месяц или терпение если терпения хватит будем дегустировать его вместе с дубовой бочкой когда солью с дубовой бочкой с дубовой бочки барбон но это при условии если меня хватит терпения приступают заливки так коллеги вот набрал пол литра я еще и забыл что у меня в кладовке отдельно стояла пол литровая бутылочка ранее немножко разведена была вот такой вот у нас цвет вот так выглядит это все там уже растворяется карамель к ну все теперь отправляем на месяц минимум ну а там как как пойдет ребят я мои привет ну прошел у нас не месяц как стоит бурбончик а прошло у нас полгодика так даже в 7 месяцев прошло так смотрите вот это у меня бурбон джиж уже я думаю настоялся хорошо на моих карамельных брусочках дубовых сейчас я его открываю профильтрую вот там есть немножко нападала обожженной древесины и отправлю пусть постоит отдохнет еще недельку а потом с вами встретимся и продегустирую для меня неделька для вас пару секунд ну давайте я сейчас открою хоть понюхай облизаемся как говорится бурбончик был сделан на кодзи но аромат конечно шикарный друзья мои ладно это все фильтруем быстренько чтобы неделька прошла скоро увидимся коллеги привет с вами снова макс канал максим лесовский друзья мои вот бурбончик который снят с брусочков карамельных и отдохнувший две недельки сейчас у меня здесь на столе присутствует мед шоколад а также вакуумные крышки если честно я не сильно ими довольный дальше расскажу почему хотя я смотрю мои коллеги много пользуются этими крышками и как-то у них проблем нету но не об этом немножко расскажу какие проблемы я с какими проблемами столкнулся так ну что продукт отдохнул давайте попробуем и у меня есть небольшая задумка по поводу продукта моего не разлил капелька не успела упасть так цвет приятный сейчас я вам попробую показать смотрите коньячный цвет золотистый песня так получается напиток отдохнувший сейчас мы будем дегустировать аромат сразу отдает спиртовой 42 процента спиртуозности аромат потом такой знаете какой-то цветочный такой аромат но зерновой цветочный но это приятно это очень приятно сладкий такой аромат теперь сладость пошла шикарно шикарно друзья мы обалдеть это один и тот же бурбон я часть настаивал в дубовой бочке уже улетел напиток на ура а часть решил вас настоять на собственноручно приготовленных дубовых брусочках но пробуем ваше здоровье мои дорогие коллеги вы знаете аромат спиртовой нос в нос сразу отдавал а после вкусе не обжигающие хорошо обволакивает рот сладость присутствует дубильность вот это вот дубовый брусочек легкий легкий дубовый дуб такой приятный но обалдеть ай класс по сладости но сладость дала карамель дубовый брусочек был обработан в сиропе сахарном и обожжен так друзья мои дегустацию мы закончили и я хочу приступить сейчас к таким действиям я хочу напиток одну часть напитка настоять добавить мед и шоколад и немножко шоколада черный шоколад не буду рекламировать какой нет смысла просто черный шоколад семьдесят четыре процента кодесской спиртуозности семьдесят четыре процента черный шоколад одну часть настоять просто добавив меда и пусть отдохнет вот поставлю попробую поставить я на вакуумную крышку расскажу вам какие проблемы у меня с ней постоянно возникают ну давайте сразу расскажу ладно коснулся уже этих крышечек друзья мои крышки были приобретены давно постоянно они у меня находятся в кладовой я когда крышки уже на что только не пробовал на какие не на что а на какие банки на 3 литровые 2 литровые литровые пол литрового без разницы одеваешь сейчас достанем тут у меня есть вот смотрите у нас получается по одной резинке по одной прокладке идет здесь по одной резинке вот этот шмокол токол и что выходит налил продукт одел крышечку от смоктал этим покел чмокел воздух и потом приходишь через день через два переколотить а крышка раз и свободная ну что за херня пробуй пять раз все от смоктал затянул держит хорошо все классно проходит день два опять крышка слабая я меняю на другую банку переливаю ну думаю знаете может где то заусенится там или скол какой нибудь переливаю напиток в другую банку все сухо протираю насухо здесь прокладка сухая все одеваю ладно одеваю вторую прокладку сюда дополнительную одел все от смоктал воздух поставил то же самое пройдет два-три дня и опять крышка слабая ну то елки это уже пробовал я на двухлитровом банке потом что я сделал как я проверял вот напиток налил все двойная прокладочка двойная резинка воздух от смоктал переливаю переворачиваю банку друзья мои одета в какой-то стороне начинает сифонить воздух вот вовнутрь поступает воздух я вскрываю по новой выпустил воздух вытер все опять насухо прокрутил там где был воздух одел переворачиваю опять же воздух откачал перевернул опять где-то в другой месте это что такое меняю короче друзья мои менял несколько банок трехлитровые, двухлитровые, литровые и вся вся та же самая беда может у меня такие партия такая попалась я не знаю как у вас все хорошо получается что вы поставили смоктали и там недельку-две вы держите и у вас что крышка получается не послабевает не пропускает воздух ну я вам говорю я столкнулся с этой проблемой и из-за этого они мне не нравятся но я потом когда делал уже ну решил все таки ж купил уже надо ж пользоваться воздух выбрал как говорится перевернул смотрю где-то сифонит и как говорится на силу немножко крышку прокручивал до тех пор пока не был то бульбы не выходили все когда стабилизировался вот тогда банка стояла неделю-две стояла крышка держала хорошо но это при условии что была здесь двойная прокладка на одной прокладке друзья мои не знаю как у вас коллеги у меня ни одна банка не держала вакуум на одной прокладке ну вот как-то так будем пробовать посмотрим посмотрим как в этот раз получится я сделаю на одной прокладке потом покажу вам на другой сейчас делю напиток на две части и буду делать вещи далеко не уходите продолжим друзья мои наше любимое хобби заниматься с напитками так берем две баночки здесь у меня уже налил я по семьсот пятьдесят миллилитров бурбончика так приготовим еще одну крышечку на эту сторону добавляю я сюда сейчас посмотрю поскольку по одной столовой ложке меда вот так вот по одной столовой ложке меда вот считайте с горочкой мед мед у меня с подсолнуха о или это разнотраве честно не помню друзья мои или подсолнух или разнотраве друзья мне сделали подгонщик но я забыл какой мед так по одной столовой ложке меда есть и добавлю а я не знаю хватит да хватит по одной столовой ложке меда хватит и добавлю кусочек небольшой шоколада а шоколад будем добавлять друзья мои я добавлю вот так вот вот это получается у меня будет наверное вот так вот две две плиточки небольших или это будет мало давайте сейчас посмотрим две давайте три вот так вот три три плиточки я добавлю да я не буду его разламывать ну так поломаю на кусочки вот так вот но не буду я его мельчить это наверное получается сколько шоколадка сто грамм сто грамм я думаю где-то грамм двадцать получается сюда пойдет шоколада крошки как говорится крошки крошки сладки так ну вот смотрите сейчас я расколочу по возможности мед я видел у одних коллег что шоколад не растворялся полностью но отдавал свои вкусовые качества ну посмотрим я оставлю эту баночку на недельку буду периодически помешивать вот чтобы растворялось все хорошо хорошо и вот я хотел сказать вам на расстоянии уже аромат шоколада вот ну насчет растворения посмотрим если не растворится будем кушать заспиртованный шоколад никуда он не денется не пропадет все это мы ну аромат конечно блин ну шикарно сколько ж тут там двадцать грамм я кинул так теперь этот расколочу немножко а потом буду подходить как говорят мимо кладовой проходишь мимо чуланчика пару раз колоти если не забудешь а забудешь ничего страшного не случится так и я буду делать все немножко расколотил там оно разойдется поколочу растворится и потом осядет снимем аккуратно с осадка ну вот смотрите друзья мои у меня здесь все сухо все баночки сухие одна резинка одна резинка клапан плотный клапан плотный здесь все сейчас вот одеваю произвольно вот я ее одел на одной резинке вот этот мой чмокелпокел как и у всех и сейчас давайте поработаем руками и все и все все и Но вот только сейчас, видите, сколько я качаю, только сейчас начинает потихоньку откачивать воздух. Так, есть. Крышка стоит плотно, почти плотно, можно прокрутить с усилием. Пошли уже пузырьки выделяться. Ну вот смотрите, если мне повезет, то повезет. Не повезет, я вам покажу. Вот, вот я вам о чем говорил. Смотрите, переворачиваю, видите, как сифонят с-под крышки, с-под прокладки, как это дело все сифонит. Сейчас попробую прокрутить, навряд ли, чтобы что-то получилось. Приложим усилие, вот, я прокрутил. Сифонит, но в одном месте, видите, где. Слабое получается место, вот это вот, вот это вот место слабое. Видите, где сифонит. И постоянно у меня здесь сифонил. Давайте еще раз прокручу. Видите, ничего не получается. Прокрутим другую сторону. Ну, буквально там пять, пять сантиметров прокрутил. Видите, что творится. Я не знаю, как у вас все четко получается. Сейчас я это дело сделаю по-другому, как у меня получалось. Я его вскрываю. Все, я его вскрыл. Сейчас, друзья мои, я это все дело протру. Ой, открыл, а аромат пошел, друзья мои, обалденный. Кашалатный. Как моя внучка говорит, кашалатный. Все, вытираю. Я достану прокладку, вытру. Чтобы она у нас была сухая. И вот это вот место, где была резинка эта. Все, вытру. Теперь я беру двойную резину. Ай, как вкусно пахнет. Вот бери-то ложкой черпани. Берем одну резинку. Прокладку. Берем вторую. Украдем в этой крышечке. Раз. Проложили. Поставили. Вот так вот, произвольно. Опять-таки. Выставили. Выставили. И качаем. И вот. Продолжение следует... ну и так очков 80 я сделал так есть давайте наглядно сейчас посмотрим с вами пузырьки у нас пошли уже внизу сейчас переворачиваю и смотрите ну что за беда тут нигде а вот только в этом месте смотрите не придавливает это место хорошо вот придавил пальцем нету выдели получается придавил я пальцем и перестал заходить туда воздух все сейчас нигде больше не сифонит но сейчас попробуем еще немножко до добить но уже так с усилиями переворачиваем ну вот видите ребят сейчас пальцем поддавил и нигде не сифонит бог его знает я с ними тогда так намучился с этими крышками это ужас ну все не сифонит не сифонит посмотрим через пару дней ну давайте попробуем с этой сделать беру двойную резинку а ну попробуй с одной получится у меня так или нет хотя навряд ли но попытка не пытка ну не знаю друзья сейчас посмотрю так воздух откачался даже рука устала масла о видите сколько сифонит вот в этом месте постоянно в этом месте а ну давайте я его сейчас вот так насильно придавлю не видите не получается все равно сифонит значит нужно делать две прокладки ставить сюда вот это морока еще с ними но я же говорю что так или неудачные меня крышки я приобрел не знаю что что и как думать тут медиком пахнет так тогда берем еще одну резинку пройдем и ставим дополнительную но вы мне напишите в комментариях расскажите как у вас так легко все получается или это просто получается легко все на камеру типа за камерой не знаю друзья мои уже с усилием пошло так откачал ну так крышечка крутится ну упруга ну давайте посмотрим опять с этой стороны нет нет вот так вот нет 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 но вот тут мне просто повезло друзья мои вот тут не она я поближе да вот тут мне просто повезло сразу же в этом месте и затянуло ладно все сейчас еще немножко для уверенности все есть так смотрим еще раз на эту баночку кашалатную нигде не сифонит только вот так у меня получается еще раз повторюсь с двумя резинками да нигде друзья мои больше не сифонит все отправляю на две недельки даже можно так попробовать крышку посовывать отправляю даже не на две недельки это на две недельки отправлять без вакуумной крышки я отправлю на недельку шоколад шоколад я не думаю что он растворится у нас раскиснет но аромат уже будет бомбовский все подписываю число дата подпись и в кладовую друзья мои встретимся с вами через недельку до скорой встречи всем привет друзья с вами как всегда Макс канал Максим Лисовский самогоноварение копчение кулинария и так пришло время снимать с осадка бурбончик с добавлением метка и с добавлением шоколада и меда друзья мои сейчас эти два напитка я сниму с осадка показывать я не буду нет смысла отправлю на недельку на отдых дней на десять встретимся с вами на дегустации да вот эти вот крышечки вакуумные на этих баночках меня слушаются и держат но на них две прокладки здесь две резинки добавлены в эти баночки коллеги мои ну вот пришло время дегустации прошло у нас восемь дней от момента когда я снял с осадка напиток постоял в стекле отдохнул в кладовочке будем дегустировать эх ребятки забыл сейчас вернусь забыл запивончик не запивончик а споласкивать рот давайте начнем с напитка я вам покажу цвет это у нас бурбончик только с добавлением метка вот такой вот красивый цвет этого прекрасного напитка и вот тут у нас уже плюс еще добавление кашалатки шоколадки короче друзья мои как моя внучка говорит кашалатный цвет вот такой вот интересный красивый напиток так и что мы еще и все все будем приступать к дегустации так начнем с напитка с левой стороны ароматика ароматика легкий легкая спиртовая ароматика зерновая ароматика по любому класс это очень интересный аромат сладость в аромате присутствует это такой легкий легкий цитрусовый ароматик откуда то появился ну скорее всего что из-за меда ниск поиски ммм ммм да ваше здоровье ммм даже на руку себе разлил немножко ах пахнет пахнет прикольно Сладость Ой, очень вкусно Спиртовой ароматик Присутствует легкий обжиг В серединке Сладость В меру Не чересчур сладкая Друзья мои Она сразу Обжигает Немножко И потом, как говорится, успокаивается Лишних никаких ноток нету Нотки только зерновые Зерновые сладенькие нотки Друзья мои Интересно Интересный напиток Ну что, сейчас давайте Второй попробую Вот от второго у меня напитка Ожидание больше Если этот вкусный То я думаю, что Шоколадом Тут побольше шоколада Чем обычно я ложу Сейчас попробуем Я Я напрочь Скажем так Отказался от сахарных Дистиллятов Ну, возможно Буду делать Пробные На разных дрожжах Сахарные дистилляты Ну, повторюсь Возможно Мне очень нравится Работать с зерновыми Дистиллятами С фруктовыми Это более мне приемливо Более интересно В сахарном дистилляте Интереса никакого нету Поставил И забыл за него А вот уже Зерновой Фруктовый Ты каждый день ходишь Открываешь емкость Нюхаешь его Перемешиваешь Ощущаешь Эти ароматы Вкусные Вот это вот Вещь, как говорится Вот это вот Очень интересно Ножки До сих пор Спускаются Вот Я буду Скажем так Буду Делать эксперименты На разных дрожжах Турбо дрожжи Там еще какие-нибудь Дрожжи Это я Для себя Хоть раз В жизни Я сделаю Эксперимент Чтобы знать Как и что И почем Его едят И с чем Его едят И почем Оно продается Чтобы с чем-то Сравнить С теми же самыми Прессованными дрожжами Или сухими дрожжами Я сколько Уже Четыре года Четыре года Я занимаюсь Самого на варенье Я только начинающий Друзья мои Еще многого Я еще ничего не знаю Многого Но кое-что уже умею Но за всю свою деятельность Пока Чем я занимаюсь Я ни разу еще не делал Сахарную брагу На сухих дрожжах Вот как раз Можно будет и попробовать Но это скажем так Я сделаю Пять, семь Или десять Браг Фруктовых Зерновых А одну из них Я брагу Сделаю Сахарную Стараюсь Со спиртовыми дрожжами Проехали Пробуем Второй напиток Он настоялся Отдохнул Ароматика Да, кстати Ваше здоровье Коллеги Ароматика Спиртовая Однозначно Присутствует Легкий Аромат спирта Легкий Аромат спирта Ну, вы знаете Интересный Такой сладкий Аромат Зерновой Аромат Зерновой Аромат И вот Вдалеке Вдалеке Ощущается Аромат Аромат Кофе Ой, кофе Говорю Аромат Шоколада Да Такой сладкий Сладкий Аромат Ну, это Очень интересно Тоже Этот Интересный Напиток Но этот Вдвойне Интереснее Напиток Зерновой Аромат Тут Вот Не присутствует Не ощущаю Я аромата Цитрусового Но сладкий Сладкий Такой Ну, вот Как-то Раскрывается По-разному Напитки Я не пойму Тут Сладкий Цветочный Аромат Медовый Да Интересно Ну, попробую О О Вот это Вот это То, что Нужно Друзья Мои Сладости Чуть-чуть Больше Чем в этом Напитке Ну, скорее всего Из-за шоколада Хоть и горький Шоколад Но он же Немножко Стоит Сладость Немножко Больше Но не навязчивая Сладость Как раз Она такая Очень-очень Вкусная Сладость По мягкости По мягкости Мягче пьется Чем Вот этот Напиток Не насильно Но немножко Мягче И сразу же Ощущается Вкусовые Ароматы Вкусовые Качества Шоколада Сразу 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 На языке Появляется Вкус Шоколада Вот это Вот достойный Напиток Вот достойный Еще раз Подчеркиваю Это достойный Я очень рад Что я Очередную Находочку Для себя Нашел Выходил И для меня Это будет Один из Н-ных Количества Моих Любимых Напитков Да Очень-очень И после Вкусия Еще больше Шоколада Если на языке У вас Когда вы Только начинаете Глотать Этот напиток На языке У вас Появляется И во рту Вкус шоколада Но после Вкусия Вдвойне После Вкусия Шоколада Вот друзья Мои Вот этот Вот напиток Пойдет Вот этот Вот напиток Вот этот Напиток Он пойдет С каким-нибудь Фруктом Таким Знаете Таким С кисленьким Фруктом Но вот Не с мандарином Не с апельсином И тем более Не с лимоном Вот с каким-то Другим Фруктом Он пойдет Он пойдет Ну вот Не знаю С каким Но это Надо пробовать Сочетание Но только Не цитрусовые Друзья мои Только не цитрусовые Цитрусовые Вы при При Закусывании Вы Потом Потеряете Вкусовые Ощущения Вот какой-то Нейтральный Вкус Кисленький Надо Все Друзья мои На этом Дегустацию Мы завершаем До сих пор У меня вкус Шоколада Во рту Но это Очень вкусно Теперь я Все свои Напитки Буду Настаивать Извините Пожалуйста Буду Настаивать На шоколаде Но Возьму Горчей Шоколад Побольше Процентов Горчи Шоколад Вы видели Я вам показывал Полностью Весь Не растворился Скажем так Половина Шоколада Растворилась Я мешал Первые Три Первые Три Или Четыре Дня Я мешал Подходил Баночку Два Раза В день Два Три Раза В день Но Шоколад Так активно Он не растворяется В спиртовой Основе Ну Блин Ну это Вообще Шикарно Я не знаю Я сейчас Вот думаю Вкусный Вкусный Напиток Мне очень Понравился Но Почему-то Мне хочется Их Скупажировать Вот эти Вот два Вкуса Я наверное Попробую Одну часть Скупажирую Одну часть Оставлю Два Разных Вида Две Разных Настойки Одну часть Скупажирую Ладно Мои Уважаемые Коллеги С вами Был Макс Канал Максим Лисовский Самогоноварение И так далее И тому подобное Есть Еще раз Повторюсь У меня Новый канал Максим Лисовский Аквариумистика Проходите Подписывайтесь Подписывайтесь На мой Основной Канал Вот этот Вот канал Про Самогоноварение Копчение Кулинарию Спасибо Вам Огромное Что Вы Всегда Со мной Смотрите Мои Ролики Комментируйте Ставите Лайки Выдвигайте Свои Предложения Замечания Я на них Всегда В ближайшее Время Еще раз Повторюсь В ближайшее Время Всегда На них Отвечаю Когда не занят До новой встречи Я с вами Не прощаюсь В дальнейшем У меня Очень много Еще Интересных Настоек А так же Очередной Зерновой Дистиллят Я буду Делать Я сделал Уже Вот такие Вот напитки Настоял На Ви Этот На зерновом Дистилляте Виски Аля виски Теперь Бурбончик И мне Еще хочется Больше И больше Сделать Зернового Дистиллята И на них Экспериментировать Находить Свои Напитки Вкусные Напитки И с вами Делиться Всем пока С вами был Макс До новых встреч Субтитры